Всем привет! Привет! Наш новый день начался. И как я и говорила, будем делать блинный торт. Но чтобы сделать блинный торт, надо сделать блины. Поэтому мы уже с вами сделали целую кастрюльку теста под блины. Поставила я сковородочку разогреваться. На первый блин добавляю масло. Потом уже масла не добавляю, приноровилась я. Масло всё есть уже в тесте. И сегодня будет новшество. Сейчас я начну для вас снимать. У нас попробовать делать блины Иван. Так как я каждый раз стою, наготавливаю. Ивану очень нравятся именно блинчики. Буду его учить. Тустоватый первый блин, но слава Богу, не кома. Делаю поменьше огонёк. Я всегда делаю длины. И вот так вот собираю концы, краюшки все. Собрала я краюшки. Так будет удобней. И потом жду, когда поджарится до конца. И вот начинаю загонять лопаточку под блин, чтобы его отсоединить от сковородки. Всё. Блин мой готов с этой стороны. И как раз я везде проделала. И переворачиваем. Блин идеальный. Весь в дырочку. Всё хорошо и замечательно. Теперь следующий дубль буду снимать я, как это делает Иван. Под моим чутким руководством. А вдруг у него получится, и я освобожусь на какое-то время для других дел. Мы всегда пробуем первый блин, чтобы понять, как чего, как на вкус, как тесто легло. Есть ли нормально сахар, соли. Всё равно рецепты каждый раз проверяем. В этот раз какое-то неправильное молоко, но с него получилось непонятное тесто. Оно всё воздушное. Мне кажется, даже если показать, не увидите. Оно всё воздушное. Оно вот как облака, как пена. Вот как бывает, кислородный коктейль, он состоит от размерной пены. Вот здесь одна пена. Видите, как он даже ложится вон. Вообще. Что хочешь, делай. Поэтому не знаю сейчас, как получится. Получаются пока толстенькие блинчики. А мне надо чем тоньше, тем лучше. Потому что у нас будет торт. Толще блины, выше торта. Всё, Иван начинает действие. Так. Ваня, ты снизу взял, как я тебя учила? Или ты сверху всё время ставил? Я пока там говорила, я размешал уже. И сверху взял, да. Ставь уже, Ваня. Всё, отставим. Вань, ставь, не надо этого делать. Надо было снизу. Я уже размешал, вот так. Вань, надо снизу взять. Надо снизу вот взять. Вот, водичка внизу. Что ты пирог делаешь? Уйди оттуда, я делаю. Я тебе водичку хоть добавила. Мне надо никакой водички добавлять. Ой, девочки. Переверни лобаночку. Надо ещё. Понятно. Ты вот скажи, ты специально делаешь всё не так, чтобы я к тебе больше не приставала. Не надо крутить там, вставил, вытащил. Ты получается вместе с блином. Это не блин, это пирог. Нельзя так делать. Если ты вот так переворачиваешь, то ты переворачиваешь. Вот, вот. Двигаешь. Я ж не церемониваюсь. Я понимаю, что так не надо. А зачем ты это делаешь, как не надо-то? Так это же не блин, толком-то. По-нормальному теперь. Вниз. В руки. Хватит. Растекай. Всё, ставь. Ставь. Успокойся, дай мне самому делать. Я спокойно тебе объясняю, что не надо так долго держать на весу. Я сам делаю. Ты вот видишь, что ты залил много? Что надо меньше. Всё, дай ему подпечься. Ты не надо крутить. Да не крути. Да не... Дай мне самому делать, а? Ну ты рвёшь его. Мы так торт никогда не сделаем. Так что ты меня на домой-то издеваешься? Я на тобой не издеваюсь. Я в жизни не собирался. Я над собой издеваюсь, а теперь решил не издеваться. Я в плане на жизнь не было пунктика делать блины. А теперь добавляй 50 оттенков жести. Сейчас ещё добавится вторая сковородочка. Я всегда на двух сковородках беру. Чё делать-то? Ты делаешь блины. А я пойду другим делать. А может, ты помонтируешь за меня? В общем, мы поругались-поругались, но в спорах рождается истина. Иван меня всё-таки понял, и мы нашли компромисс. Иван наливает, причём тоненько-тоненько, как прям паутинку. Ну какие тонюсенькие получаются, прозрачные. Вань, ну помоги мне. Ну вон, прозрачные аж получаются. А я уже своё время стою и их переворачиваю. В общем, Иван заливает, я переворачиваю, и потом он убирает. Ну и вот, получается, Иван сделал. Видите, какая паутиночка вся в дырочку. А я уже стою и переворачиваю. И тем самым, получается, процесс ускоряется, и мы оба освободимся гораздо раньше, чем если это я делала бы одна. Поэтому вообще замечательно, я очень счастлива. Монтирую я один. Вань, ну снимай, я тоже одна. Плохо, но снимаю одна. Ваня на меня каждый раз ругается, что я плохо снимаю, некачественно и так далее. Я, да, я признаюсь полностью, что Иван, получается, все мои огрехи убирает. Я очень много акаю, экаю, теряю мысли, что я хотела сказать. В общем, Иван это всё вырезает, склеивает, переделывает. И приходит к вам видео уже в том виде, которое вы видите на экране. В общем, я рада. Процесс пошёл быстрее. Вот такую горочку блинов мы испекли с Иваном. Тут получается двойная доза моих ингредиентов, как я показывала, на один стакан кипятка, молока и так далее. Но мы будем делать торт. И что я придумала? Мы сейчас с Ваней ели ананасы. Я оставила самые лакомые кусочки, нарезала их меленько и положила на дно. Почему на дно и зачем нужен этот пакет? Потому что это будет основа. Сюда мы заложим блины с кремом. Всё это будет настаиваться. А когда уже придёт время кушать, мы, получается, перевернём. И всё окажется на тарелке. И что было дно, станет, получается, у нас лицом, центральной частью. И будут ананасики сверху нашего тортика. Будет красиво и здорово. Сейчас мы будем делать с Иваном крем. Как из моего предыдущего видео, блинный торт, было понятно, что надо класть больше крема. Не жалеть, не переживать, что он рассекётся или ещё что-то. Он там всё всасывается, пропитывается, и крема становится намного меньше, чем казалось. Поэтому мы взяли в этот раз два творога. Не обязательно прям такой. Главное, чтобы он был мягкий и побольше жирности. Не надо никакие нулёвки брать. И взяли сметану. Сметана у нас 25%. Но лучше, чем жирнее, тем лучше. Просто не было в магазине другой. Лучше 30%. И мне вот подарили вот такое на Новый год. Это суфле с малиной. В общем, любое варенье, замороженные, перетёртые ягоды, какое угодно. Это чисто для вкуса и цвета. Но что я ещё придумала? Мы сейчас с Иваном сделаем крем, творог и сметана. Добавим немножко сахара. И зальём сначала ананасы. А потом уже будем выкладывать наши, получается, коржи в виде блинов. Тем самым ананасы будут не просто рассыпчатые, а будут также в креме в этом, в творожном. Вкусно, легко. И не считая, что блины долго надо делать, так торт собирается быстро. Всё, поехали мы. Взбили мы с Иваном творог, со сметаной, сахаром. Вот такая масса получилась. Нежнецкая. В общем, вы должны попробовать, это должно быть сладкое. Потому что вы должны понимать, что вы делаете торт. И дальше вот сюда я закладываю крем. Не знаю, конечно, как это сделать лучше. Сейчас я всё перемешаю, а потом сделаю одной массой. Иначе я так долго буду. Делаем. Ну, как-то так. Всё равно всё выровняется. И дальше мы закладываем блины. Это я ни у кого не подсматривала. Я сама всё придумала. Поэтому не судите строго. Убираем, какой покрасивше, поровней. И закладываем. Первый блин, он самый главный. Пригладили. Ну, а дальше будем доделывать крем. Потому что у нас же розовый должен быть. Классная штучка. Малиной пахнет. Так. И маль слетит. Что, говорит, там дают нюхать. Ну да, она реально как суфле. Крем не выкидывается. О, тут такая штука. Ну, была не была, чё ж. Такая тут тягучая вещь. Ну, я думаю, что маслом кашу не испортишь. Всё. Начинаю перемешивать. Ой, как же ей перемешать. Ну, ладно. Вот такой кремчик у нас получился. Вообще замечательный. Он даже, видите, особо не стекает. Не жидкий. Вкусно. Малинка отдаёт. И теперь дальше. Сейчас я попробую. Не знаю, приноровлюсь как. В общем, мне надо каждый слой смазать данным кремом. Сейчас, может быть, ложку возьму. Или ещё что-нибудь. Может, кисточку. В общем, буду сейчас смазывать и выкладывать все вот эти блины. А что у меня уже получится, вам покажу. Всё, выложила я наш торт. Вот что у меня получилось. Такой толщины. Я уже решила, что на таком моменте надо остановиться. Всё-таки торт мы едим в самом конце, когда уже на дворе конкретная ночь. И все уже наелись, переелись. И тут чай. И очень толстый будет кусок. И не каждый его съест. Ну, так-то, да? Поэтому я решила так оставить. Дальше я вот эти все концы убираю вовнутрь. Получается, весь кремчик там. И крышку не так кладу, а вот так. И сейчас Ваню попрошу. Он плёночка всё перемотает. И будет, грубо говоря, как жгут для торта. Дальше мы сейчас уже собираемся и выдвигаемся в гости. На улице уже темно. И уже начали собираться гости там, где мы должны быть. А нам ещё надо добраться до этого места. Ну, я только сделала торт, что же теперь сделаю. И также я сделала нам домой, потому что много получилось. И крем остался. Смысл тоже такой же. Сейчас вам покажу. С пакетиком. Видите, пакетик я положила. Кладёте сверху тарелочку. Переворачиваете. И вот эту тарелочку убираете. Тем самым торт у вас в форму. Красиво и здорово. В общем, всем рекомендую. Будем и собираться. Там уже снимать не буду. До новых видео. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok